С 2018 по 2022 год количество кибератак на правительственные и муниципальные ресурсы Югры увеличилось в 10 раз. Об этом рассказал Павел Ципорин, директор Департамента информационных технологий округа. Сегодня в Сургуте стартовала межрегиональная конференция безопасности инфосистем. Представители отечественных IT-компаний, бизнесмены, чиновники, полицейские, медики и педагоги обсуждают, как избежать утечек баз данных в своих учреждениях и не стать жертвой хакеров. На месте событий работает наш корреспондент Наталья Соловьева. Она пообщалась с разработчиками и организаторами конференции. Сургут в течение двух дней принимает у себя в шестую межрегиональную конференцию под названием «Безопасность инфосистем». Сюда приехали представители компаний со всей России, которые занимаются разработкой программного обеспечения и те, для кого, собственно, это программное обеспечение производится. До этого такое мероприятие проводилось в Ханты-Мансийске. Почему решили перенести в Сургут? Сейчас расскажет один из соорганизаторов Иван Щербак. Здравствуйте. Здравствуйте. Действительно, почему перенесли в Сургут? И стало ли больше участников от этого, может быть? Ну, я бы не назвал это переносом. Это, наверное, такая проба пера в этом году. Действительно, шестой год подряд пять лет проходила в Ханты-Мансийске. Мы просто решили расширить горизонты в этом году, немножко ротироваться в другой город и за счет этого увеличить аудиторию. И она действительно увеличилась, потому что и много людей, которые придут сегодня непосредственно на площадку. Огромное количество людей зарегистрировалось онлайн и будут наблюдать за нами. Действительно, мы и расширяем горизонты, и общаемся с другими городами, и взаимодействуем с большим количеством людей за счет, ну, не перенос, а ротация. Возможно, в следующем году мы пойдем в Нижневартовск и Лесново, вернемся в Ханты-Мансийск. А для чего вообще проводим? Что сегодня будем обсуждать? Какая у нас главная тема и, может быть, главная проблема, которую мы хотим решить, задача? Ну, здесь все на слуху. Я думаю, все мы понимаем, что происходит сейчас в киберпространстве. Я думаю, ни для кого не является большой новостью. Огромное количество различных утечек, взломов. Ну, я не готов там разбрасываться словами «кибервойна», но киберхаос происходит очень большой. Поэтому очень важно собираться между разработчиками ПО, между государственными органами, исполнительной властью, различными регуляторами, находить совместные решения тех проблем, которые сейчас очень насущные, которые стоят перед всеми, как перед организациями, так перед компаниями, так, наверное, и перед рядовыми физическими лицами, которые точно так же, как и крупные компании, подвержены различным кибератакам. На конференции очень много медиков и представителей сферы образования. Я так понимаю, это связано в первую очередь с тем, что это тоже такой один из основных блоков, что будут обсуждать именно безопасность в сфере медицинских данных и в том числе информационной системы в образовании. Совершенно верно. Да, акценты делаются, безусловно, и на медиков, и на образование. Образование здесь играет еще двоичную роль. В первую очередь мы и само образование обеспечиваем высоким уровнем инфобеза. И мы тем самым косвенно влияем на то, что нам завтра приходят новые кадры. Оттуда же в область инфобеза повышается в целом ликбез информационной безопасности. Поэтому, да, акценты делаются, конечно же, на то, что на социальной сфере они всегда акценты делаются очень большие. И это мероприятие не исключение. Может быть, будет какой-то итог или подписаны какие-то соглашения по итогам конференции? Ну, я не готов сейчас делать такие прогнозы, но я уверен, договоренности на площадке будет достигнуто огромное количество. Ну, для этого здесь, в частности, работает выставка, да, продукция? Совершенно верно. Да, в этом году огромное количество вендоров, разработчиков. Есть возможность пообщаться в разном направлении, прокоммуницировать и уже о чем-то предварительно договориться. Спасибо большое, что ответили на наши вопросы. Также хочу отметить, что все желающие смогут принять участие в конференции, в том числе в режиме онлайн. Многие ее этапы, некоторые мероприятия, лекции будут транслироваться в сети интернет. На этом у меня все. Спасибо. На конференции по кибербезопасности в Сургуте работает Наталья Соловьева. Спасибо.